Дзюдо Сегодня проходит открытый урок под руководством Владимира Николаевича Ильича Минова, где он рассказывает и показывает ребятам, юным дзюдоистам, секреты своей методики, которая использовалась и используется и им в подготовке. Спортсменов дзюдо высочайшего уровня. Владимир Николаевич, вы сегодня провели открытый урок в Пушкино у Алексея Борисовича Орлова. Ваши впечатления о детях, кто вас слушал, первые впечатления о клубе? Клуб хороший, уютный. Такие залы я люблю. В таком зале хорошо, комфортно работать. Не надо кричать. Из любого угла тренера слышат. Ну, по ребятам, конечно, это немножко не мой уровень. Я люблю работать постарше и разрядом повыше. Ну, надеюсь, что-то им понравилось. Потому что, как я считаю, это, я дал им путь к победе. Как бы ключ к победе, как обыгрывать соперника, что надо делать на тренировках. Потому что, я считаю, без этого материала выигрывать соревнования будет сложно. Алексей Борисович, сегодня в вашем клубе прошел открытый урок у Владимира Николаевича Личининова. Ваши впечатления по завершению этого урока? Ну, всегда, давно знаю методику Владимира Николаевича. И всегда говорил и своим воспитанникам, и своим коллегам, что она действительно рабочая. И, ну да, действительно, правильный, грамотный подход. Именно вот в раскладке того, как правильно учить побеждать. Отсечено все лишнее. И именно то, что нужно для того, чтобы грамотно вести схватку. И вот эта методика, она позволяет как раз добиться спортивных результатов на соревнованиях. Я много лет занимаюсь борьбой. Больше 50 лет. Конечно, огромный опыт. Там у меня были великие учителя, великие мои коллеги. С кем мы тренировались. Поэтому у меня получилось, что я собрал огромный опыт своего поколения, учителей и так далее и так далее. Так вот, ваша задача, вы, наверное, хотите выиграть в соревнованиях, да? Поэтому очень важно правильно вести схватку. И правильно, естественно, тренироваться. Главная ошибка, почему у вас не бывают результаты. Вот мы сегодня будем показывать, я буду показывать многие вещи, как мои ученики тренировались. Начнем с чего. Вот если взять схватку, она состоит из четырех таких больших блоков. Захват, передвижение, реакция соперника на мои захваты, передвижение и независимости от реакции бросок. Вы в основном все сидите в последней фазе, отрабатываете прием. Прием, 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 комбинация, защита, там прочие всякие варианты. А на самом деле, прием сколько времени занимает во время схватки? Секунды, да? А остальное время где вы беретесь? Захват. А вы не можете брать захват. Захват соперника вам мешает, он не так двигается, он сопротивляется. И до того приема, который вы там тысячу раз отрабатывали на тренировке, вы просто не доходите. Вот это вот главная проблема. То есть у вас последовательность борьбы и тренировок выстроена неправильно. То есть надо начинать уметь брать захват, уметь соперника двигать, создать ту реакцию, которая нужна для вашего броска. А не просто там сотни или тысячи раз подворачиваться, а на срале вышел, тебя соперник подкнул в блок, и ты ничего сделать не можешь. И так не сразу бывает, наверное, да? Дергайся, дергайся, а ничего не получается. Поэтому вы вместе с тренером идете по такому пути, так называемые оттаскидные. Вы стараетесь как можно больше бороться на соревнованиях. Почему? Потому что именно на соревнованиях вы находите какой-то свой захват удобный, какие-то передвижения, какую-то реакцию соперника находите. Но опять же, не благодаря тренировкам, а благодаря вашей природе. Кто-то более талантливый там что-то находит, кто-то менее талантливый. А это надо делать на тренировках. Борьба начинается с захвата, передвижения, получить реакцию для броска и сделать уже бросок. Не слишком сложно. Что-то вы так поняли, что я сказал, нет? Точно поняли? Да. Я всегда рекомендую взять захват опорота. Вот видите, он у меня корпус уже в руках. И я уже любое его движение почувствовал. Пойдет раздеваться или что-то. Вот я уже его чувствую. То есть, вот смотрите, как идет захват. Он проиграл, где-то он, смотрите, я могу двигаться. А он с этого положения ничего делать не может. Вот как придавил это давно. Он начал вытравляться. Замечательно. И они все с ним выплюгнут. Какой-то прием сделали. Понятно. Во-первых, я вам могу сказать, японцы все борются только через отворот. Они нас дуют хорошо. Я много их семинаров смотрел. На самом деле, они все борются через один отворот. Порой захват он берет, как правило, в лед. Вот он взял расход. А потом туда я пошел, сюда я пошел. У него должна быть вот эта часть свободы. А если, Юша, взял захват, вот опять я говорю, вот это рано. Все. Я ничего не могу сделать. Как бы. Поэтому японцы и борются отрывают захват и начинают крутиться. Более того, они переносят свои килограммы вот так вот. Положил на Алексея. Юш, что сюда? Да. То есть он сейчас к моим килограммам будет носить. Надолго его хватит так бороться? Закиснусь. Правильно, руки закиснут. Через две минуты все, он сдохнет. У него руки захватные будут, дужатые и прочее, прочее. Почему именно так? Вот смотрите, на меня со стороны. Вот я согнул. Смотрите, какой у меня шаг. Да? Что я с таким шагом могу сделать? Ни один подворотный, ни один подходный, ни одна техника. Теперь я вот лег на него, да? Видите, он с едиными шагами. С один, с один, с одинными шагами. А у него нет амплитуды никакой. Я могу куда хотите достать. Вот так вот японцы борются, чтобы вы знали. Они на соперника кладут свои килограммы. Вот видите, вот как на него лег. Поэтому я как бы обманываю. Раз, показал. А вот здесь Алексей Борисович всегда открыт. Я делал отворот, шаг назад, подтянул. Я выиграл захват. Опять же, у вас у детей бывает ошибка. Вы на соперника идете. У тебя все время соперник изгибает. Я все время его делаю слабым. Вот если вы научитесь на соревнованиях соперника сгибать, все это, ребят, полпобеды. Я вам говорю, что 100% полпобеды. Потому что он начнет разгибаться. Пожалуйста, подворачивайтесь, корпус проходите. Все, что хотите. Я обманываю. Беру отворот. Обязательно шагу назад, ребят, смотри. И перехватываю. И если он даст сразу у тебя захват. Хорошо, только обязательно за собой утянешь. Это будет огромная ошибка, если вы, дети, я сейчас подвижу на самом деле. Не только вы, и мастера, кстати. Но соперники лезут. Это опасно. Вас сбросит. Прямая стойка, скажем, правая, левая. А есть еще ложная стойка. Чем ложная отличается от таких прямых стойок. То есть, скажем, у тебя правослойчик, вышел вот так бороться. Соперик сразу мне рабочую руку отключится. И я ничего не смогу сделать. Поэтому я рекомендую всегда бороться в ложной стойке. Чем это удобнее. Вот я вот правослойчик. Я вот так начинаю бороться. Я свою рабочую руку прячу. Давай, чтобы не говорили. Вот, смотрите, я свою рабочую руку прячу. Он не может ее достать. Шаг назад. Смотрите, это все спины влезет. Опять же, захват взял. У него рука рабочая не работает. Шаг назад. Весь туда его бросил. Когда у меня корпус свободный, он меня никогда не остановит. А буду я бороться с двух захватов. Да, двух захватов. Все, я никуда не подвернусь. Вот где ваша главная ошибка строится. То есть вы должны научиться бороться в ложной стойке. И чтобы у вас всегда рабочая сторона была свободна. Чтобы вы этой стороной, как сабля, рубили соперницы. Я выше говорю, все, вот у меня рука свободна. Хочу попоследить, хочу сюда же, хочу туда же. Видите, у меня сколько вариантов. А строительный лес может против корпуса руками канави сработать. Корпус гораздо мощнее. Второй момент. Если он все-таки взял захват, вы должны научиться этот захват разрушить, сорвать, заблокировать. Чтобы он этим захватом не смог воспользоваться. И третий пункт, это уже дальше как бы, вы должны тоже сами научиться защищаться от срывов. Когда вам срывает захват, вы должны уметь тоже здесь контраковать. Вот эти три позиции, если вы освоите, все, ребят, ну вы королевуете. Вот сейчас, ребят, в принципе, тоже очень-очень важно. Вот когда вы вот эти три момента усвоите, то есть для того, чтобы выиграть схватку, надо разрушить рабочий захват, рабочую позицию соперника. Вы прекрасно понимаете, если вашу рабочую руку, скажем, опустили вниз, то вы уже ничего не сделаете. Вы должны бороться с каждым соперником от его стойки, от его техники. Горица по такому принципу. Он начинает разрушать рабочий захват, рабочую позицию соперника. Это очень важно. Что я делаю? Я вот так вот встал. Все, неудобно. Тебе надо две руки ели, чтобы достать свой захват. Одной позиции я разрушил ее всю борьбу. Плюс я сюда добавил передвижение. Я пошел в ее рабочую руку, вот сюда. Я просто могу, я просто неудобно. Почему? Потому что если бы я сюда двигался, это ее сектор атак, сюда ее удобно меня бросить. А когда я езжу ее за спину, за рабочую руку, я нахакиваю, ну да, да, ты заходишь, пойдешь, потаращишься. Подвернешься, неудобно. Подвернешься, неудобно. Просто, видите, захваты на передвижение, я ее сделал слабо. Я не учу их приема. Я их учу, выигрываю. Я учу их бороться. Вот через эту тактику разрушить соперника. Моя задача выдернуть у него пол. Понятно? Кто первый выдернет пол? То есть играет. Кто выдернет пол друг у друга? Передвижение немножко. Как правило, к сожалению, вот эта тема у многих тренеров отсутствует. Вы все стараетесь руками бороться. Ноги у вас не работают. Леша, основные на захваты? Да. Ну и как угодно. Ну, в один-в два-того, не важно. Посмотрите, ребят, если я научусь двигать, я захочу, чтобы Алексей порез шагнул на меня левой ногой. Если он не хочет захваты отпускать, он обязательно сделает шаг. И не надо тянуть. А вы все стараетесь только руками пинуть. Точно так же хочу, чтобы он назад пошел. Но точно так же своими шагами заставлю его идти за собой. Ну, давайте сейчас попробуйте буквально там чуть-чуть друг друга подвигайте. В захватах руки опустили, ногами заставьте его сделать шаг. Какое упражнение? То есть там сразу и захваты, и передвижения. Это упражнение для подхватов, для передних подножек. То есть, что я делаю? Шаг. Никаких подножек я ничего не делал. Но вот именно я делал, как это называется, кудушево и берегер на весе. Еще раз, смотрите. Заставлю шаг делать. А теперь моя левая нога не просто назад идет, а я ей уступаю место. Видите? И вот сюда руками покинулся. Очень хорошее упражнение и для передвижения, и для обучения к охватам, передним подножкам. Броскаем через спину. Давайте попробуем. Вот я встал, а проеда дальше у меня на спине знахвата. А я должен двигаться за счет. Соперный. А я думал, два раза назад. А я думал, два раза назад. Понятно, да? Да. Ребята, давайте следующий момент. Опять. Вот у меня, не знаю, правильные правила, я так считаю, и в этом роде результат дает. У меня, как правило, нету учеком. Вот я учекомин не делаю. Я делаю, считаю, для тревогов, вместо учекомин я делаю тяги. Так называемые тяги. Что это такое? Вот. Вот у меня, ребята, делаю. Я дал захват. Вот это, наверное, более полезно. То есть это реальное движение для входа, для подворота. С этого, ребята, у меня объемы, с этого, разный захват. Вот такой блок. Такой блок. Такой захват. Такой захват. Но обязательно, видите, на шагах и обязательно стяг. Это движение для чего мне нужно? Чтобы я вошел в контакт и здесь смотрел, как он среагировал. Туда пошел, я вот туда сброшу. Туда пошел, я вот туда сброшу. А отсюда, куда я его сброшу? Только туда и то мало не райотно. Поэтому вы его вокруг должны принять. Потом смотрите, какая у меня тяга. И вот такая. Как мы соревновали агрессу, можно найти. И когда я вот так его встречаю, я могу и туда, и сюда, куда угодно. Не надо подворачиваться. Вы сразу ограничиваете свой сектор атаки. И постарайтесь сейчас добавить жиражные захваты. Не только так. На спине, грузинские. По тренеру я рекомендую все обучение технике, грузинские, начинать от плотных захват. Потому что вы во время соревнований, во время тренировок только оплатываете готовые чувства. Так оно называется тактильное чувство. Вот эта формула, которая сказала, захват, передвижение, реакция, бросок, вот это вот связь. Реакцию соперника почувствуйте, сделайте бросок куда-нибудь. Потому что от того же захвата, от одних и других передвижений, один раз соперник пойдет, скажем, за мной, второй скажет, что я не дурак, я не хочу, потом пойдет от меня. Поэтому, как правило, вы должны учиться, вот эту реакцию создаете, и у вас должно быть два приема в разные стороны. И соперника точно так же можно сделать пружину. Вот четыре пружины, которые я вошел в борьбе. Согнуть соперника, то, что я вам говорю, он разгибается, на разгибе я атакую. Сложное немножко движение вперед-назад тоже поймать, куда соперника бросить. Но это тяжелое движение, поймать вот это вот. Есть вращение. То есть я соперника закрути, опять же, либо он сюда идет, либо он возвращается и вот сюда бросает. То есть это третья пружина. А четвертая пружина, я вот как раз у своего земляка Кулиса Владухина, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион, он такую хитрость придумал. Вот такую вот. То есть он порезборит жестко к плечу. Плечо опустилось. Реакция какая? Он начинает напрямляться, а он уже там. Он уже влетел в заднюю подножку. Это вот позиция сейчас встречается, когда вам руки вот так отсушили. Да? И вы терпаетесь, не знаете, как в этой ситуации бороться. Вот Леша. Скажите, да. Вот Леша меня взял. Сейчас вы встречаете, а выходит такой вот парень. И вы болтаетесь, не знаете, что сделать. Что я вам предлагаю? Я всегда стараюсь создать преимущество. Двух рук против одной, или там двух рук против одной. То есть создать преимущество в силе. Как это делать? Я просто двумя руками буду атаковать ему левую руку. Например, раз, соединю, держу, держу. Вот теперь у меня здесь две руки. И они просто срывают только руками. Опять с тобой. Вот что я делаю. Видите? И опять же, вот мои шаги, то, что я хочу, чтобы вы тоже научились делать, я его не бросаю. Смотрите, у меня второй шаг работает. Оп. И Леша у меня все проиграл. Весь корпус. То есть вот, смотрите, да? Хочу эту руку взять, хочу эту любую, какую вам нравится. Понятно, да? И шагом отраврали, все. Я выиграю. Вот опять у меня сам. Вот я его рублю. Пошел назад, значит, я его засажу назад. Потом есть очень хитрый прием. Например, вот так вот, смотрите. Что Леша здесь может сделать? Весь завязан, да, Леша? Криня, спина. Я люблю делать табаюнаги. А просто вот так вот назад упал. Чувствую? Не буду бросать. Есть такое понятие, как я его называю, голый прием. Что это голый прием? Прямая атака. Прямая атака. Ведь схватка, поединок, это в принципе, как бы драка, да? Такая спортивная драка. Спортсмен, это ли дурак, он не хочет падать. Поэтому любую вашу атаку он всегда делает защиту. Поэтому вот голую атаку, как вы сразу подворачили, бессмысленно. Чем выше будете забираться, тем выше там будет защита у соперника. Вот и бросить вам очень тяжело. То есть, надо всегда создать вот эту реакцию для вашего броска. Хочу его бросить как-нибудь вправо, я обязательно его вначале сюда пойду, чтобы у него появилась реакция туда. А не вот так же подворачивать. Как вы уберете, я подвернулся там, а что вы можете вот так вот ходить. Правильно? Бывает такое? А если я вот сюда закидываю, вот вспомните, ребят, ну, городские, наверное, редко. Картошку убираете? Бывает? На даче там. Как вы мешок закидываете? Билай. Нет, мешок как вы закидываете? Правильно, ты его сюда заводишь. Ну, человек тот же мешок. Вот так же ты не можешь мешок затащить. Ты его к себе за спину, и вот отсюда ты его затащишь. И тут же так же все броски вперед. Надо соперника сюда завести, поймать вот эту реакцию вперед и бросить. Потом следующий момент, следующий момент. А так и в корпус. Вот, к сожалению, японцы здесь на здоровье. Все их, если семинары посмотреть, все они бросили очень туда. А если посмотришь на сараваня, так они не бросают. Они все бросают диагональю вот туда. Потому что, смотрите, в этом направлении, через топу, у меня самая устойчивая позиция. А вот сюда, вот, вот сюда, вот, видите? Трудно защищаться. Вот я подвернулся. Леш, есть опасность? Для меня? Да. Нет. Никакой? Нет, ну какая-то. Все равно, вот так, минимум. Ну, если он так. Ну, правильно, о чем я тебе говорю. То есть, а вот я его, скажем, повел, ребят, посмотрите. Вот просто. Я так не подворачиваюсь. Я сделал атаку плечо. То есть, вот. Вот видите, соперник падает. Поэтому все подхваты, передние подножки надо не сюда подворачивать, а вот туда. Вот, вот. Посмотрите. Вот я скажу, понял ли вам? Вот у вас этот шаг завалил. Вы завалил. Правильно? Вы сорвали. Этот шаг не надо делать. Раз. Смотрите, я в руку пошел. Вот видите, Алексей уже падает. Я туда шаг не делаю. Это завал. У вас часто бывает такое. Спину делаете, заваливаете. Передние делаете, заваливаете. Вот за четвертый шаг. Если вы себе сделаете этот шаг, то лучше его сделать вот сюда. Видите, вот тогда он тебе пошел. Видите, куда потянул. А если я шагом сюда, наверное, назад тяню. Я хочу бросить туда вправо, а сам заваливаю в другую сторону. То есть правильно поставить ноги и направить нос. Если вы не захотите, ни один великий тренер вас ничего не может. Поэтому прежде всего вы сами должны и деловой думать, анализировать тренировку. Пришли вечером после тренировки и вас думаете, ага, вот это получилось, а вот это не получилось. Почему не получилось? Что можно сделать? То есть постоянно вы должны заниматься анализом, осмыслением тренировочного процесса. Без этого, без анализа борьба не получится у вас. Будьте так, ну извините, грубо говоря, как бараны бороться. Только вы. Зидо надо играть, зидо надо выиграть соперника. Спасибо, что терпели меня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.